ТАКСИ ГРАНД АВТО Канал ОТС Детям до 16. Смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, мы начинаем. Задержали в Кемерово и топировали в Новосибирск. Расследованием громкого дела кузбасских следователей и чиновников займутся коллеги из соседнего региона. Врачи против. Чтобы не платить семье женщины, которая умерла в роддоме, медики решили обжаловать решение суда первой инстанции. Два десятка потерпевших и 70 миллионов ущерба. Риэлтор выслушал обвинительный приговор за махинации с продажей жилья. Громкий скандал в соседнем регионе разбирать будут в Новосибирске. 8 человек, в том числе руководителя Кемеровского следственного управления и двоих заместителей губернатора Амана Тулеева этапировали в наш город для расследования дела о вымогательстве. Серия громких задержаний произошла накануне в Кемерове. В вымогательстве заподозрили главу местного следственного комитета Сергея Калинкина, замруководителя отдела по расследованию особо важных дел Сергея Крюкова, его подчиненного старшего следователя Артемия Шевелева, а также двоих вице-губернаторов региона, Алексея Иванова, ранее занимавшего высокий пост в Кемеровской полиции, и Александра Данильченко. Кроме того, под следствия попали начальник одного из департаментов областной администрации Елена Троицкая и двое предпринимателей. Все они подозреваются в вымогательстве у Антона Цыганкова 51% акций компании «Разрез Инской», рыночная стоимость которых не менее 1 миллиарда рублей. Сегодня ночью фигурантов доставили в новосибирский изолятор временного содержания. Расследованием резонансного дела займется 5-е следственное управление СКР. В ближайшее время предрешим вопрос об аресте подозреваемых. Тем временем в Кемерове следователи и оперативники ФСБ обыскивают квартиры фигурантов. Стоит добавить, владелец контрольного пакета акций «Разреза Инской» Антон Цыганков с июня 2016-го находится под стражей по обвинению в превышении должностных полномочий. Его предприятие задолжало сотрудникам несколько десятков миллионов рублей и якобы незаконно получало субсидии из бюджета. Вместо компенсации семье погибшей – апелляционная жалоба. Медики 25-й городской клинической больницы. Ответчики в громком деле о смерти Надежды Рязанцевой по-прежнему не признают себя виновными. Возмещение морального ущерба от действий медиков роддома 25-й медсанчасти близкие Надежды Рязанцевой добивались больше года. В августе семья молодой мамы, которая умерла практически сразу после родов, выиграла гражданский иск. Калининский районный суд Новосибирска обязал больницу выплатить членам семьи погибшей 6 миллионов рублей, а также содержать ее маленькую дочь Дашу до окончания обучения в ВУЗе, ежемесячно выплачивая ей по 15 тысяч рублей. Однако радоваться победе оказалось рано. Руководство лечебного учреждения подало апелляционную жалобу и потребовало отменить решение суда первой инстанции. По заключению патолога-анатома в 25-й больнице Надежда скончалась от имболии околоплодными водами. Однако потерпевшие по рекомендации медицинского юриста Юлии Стебикиной обратились к специалистам из Санкт-Петербурга. По результатам повторной экспертизы смерть роженицы наступила от большой кровопотери. Сейчас ответчики настаивают на проведении еще одного исследования в Москве. Апелляционная коллегия Новосибирского областного суда сегодня удовлетворила их ходатайство. На мой взгляд, это достаточно грамотные вопросы. Экспертное учреждение, в которое направлено, оно даст объективное заключение. Я думаю, что оно, в принципе, повторит полностью заключение питерских экспертов. Подождем еще три месяца. Основная версия – неосторожное обращение с огнем. Следователи закончили проверку по факту гибели двоих предпринимателей в Ордынском районе области. Уголовное дело по факту смерти двоих мужчин в селе Спирино возбудили следователи комитета. Напомню, трагедия произошла в ночь на 6 ноября. Местные жители услышали громкий хлопок, а затем увидели пламя. В двух шагах от их домов вспыхнул автомобиль БМВ. Позже в салоне обгоревшей машины обнаружили два трупа. Погибших опознали как предприниматели из Новосибирска Александра Имамбекова и Георгия Беспалова. Следователи рассматривали сразу несколько версий – от несчастного случая до умышленного убийства. В итоге они определились с квалификацией дела и пришли к выводу, что мужчины могут быть сами виноваты в своей гибели. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин в селе Спирино Ордынского района Новосибирской области. По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинение смерти по неосторожности двум лицам. По предварительным данным, мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Два десятка пострадавших и около 70 миллионов рублей суммарного ущерба. Таким оказался итог бурной деятельности риэлтора, которая проворачивала махинации, продавая недвижимость. Держинский районный суд Новосибирска вынес мошеннице обвинительный приговор. Новосибирска Карван, войдя в доверие потерпевших, предлагала им посреднические услуги в приобретении квартир в Калининском районе города Новосибирска. И также обещала помочь оформить право собственности на данные квартиры. Получив от них денежные средства, она взятые на себя обязательства не выполнила и распорядилась деньгами по своему усмотрению. Согласно материалам дела, Карван заработала на доверчивости своих клиентов около 70 миллионов рублей. Самый крупный ущерб она нанесла потерпевшему, который хотел приобрести сразу несколько квартир общей стоимостью 28 миллионов. Всего же фигурантки инкриминировали 21 эпизод мошенничества. Карван признала все обвинения и согласилась на рассмотрение дела в особом порядке, который предусматривает значительное смягчение наказания. Тем не менее, потерпевшие в раскаяние махинаторши не верят и задаются извечным вопросом. «Хочется спросить, где деньги Зин? Ну, крылатая фраза такая. Карван, где-то эти деньги хранит. Может быть, не все, но часть». Подсудимая ущерб так никому и не возместила. По имеющейся информации, при задержании правоохранителей ничего ценного у нее не изъяли. Поэтому вопрос о том, куда утекли финансы потерпевших, остается открытым. В своем последнем слове Наталья Карван оправдывалась, обещала вернуть деньги, а под конец попросила о снисхождении. «У меня на изделении находится ребенок 9 лет, которого я воспитываю одна, а также мама, которая является инвалидом в третьей группе. Учитывая все выше сказанное, прошу уважаемый суд не применять ко мне меру срокового наказания». Феминда назначила Наталье Карван 6 лет колонии общего режима. Кроме того, осужденная должна вернуть деньги всем пострадавшим в полном объеме. Леонид Лишенко, Константин Менин. Экстренный вызов. Годовалый ребенок остался один в закрытом автомобиле. На помощь малышу незамедлительно приехала группа спасателей. Инцидент произошел сегодня рано утром. Мать посадила своего ребенка в салон и пошла очищать иномарку от снега. Когда дверь захлопнулась, замки самопроизвольно заблокировались. Открыть автомобиль самостоятельно женщина не смогла. Не на шутку испугалась, попросила телефон у прохожего и вызвала помощь. Подоспевшие на вызов спасатели открыли дверь. Оказалось, в машине было тепло, а малыш мирно спал. За последнюю неделю это уже второй случай подобный, когда ребенок оказывается заблокирован в автомобиле. Видимо, еще автовладельцы не привыкли к прогревам, к тому, как машины себя ведут. Ну и вот буквально в пятницу была подобная ситуация. Тоже маленький ребенок оказался заблокирован в автомобиле. Тоже наши спасатели выезжали, извлекали. Ну, как бы обеспечивали доступ и блокировали его. Спасатели просят автомобилистов быть более бдительными и всегда иметь при себе запасные ключи или хотя бы брелоки от сигнализации. Иначе в следующий раз взламывать им придется уже вашу машину. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Подробности 3-5-5-10-10. Субтитры подогнал «Симон»